Очень часто люди задают вопрос, приходят к раввину и спрашивают Рэбэ, скажи мне, есть ли жизнь после смерти? Есть ли воскрешение мёртвых? Есть ли такое понятие о том, что приходят люди в разных гильгулях, в разных реинкарнациях и так далее, и так далее? Очень часто люди думают, что будет после смерти? Есть ли жизнь там? Вопрос, который, в принципе, мне тоже очень часто задавали. И мы должны до того, как мы ответим на самом деле на этих вопросах по-еврейски, мы должны задать вопрос вопросами. А есть ли жизнь до смерти? Мы должны до того, как разберёмся вообще, есть ли жизнь после смерти? И мы должны задавать, есть ли у людей вообще жизнь до того, как они умрут? Есть ли это жизнь или нет? Многие из нас женятся с разными понятиями, почему нужно жениться, нужно иметь детей, нужно построить семью. Нужно делать так, как все делают этого. Это так принято, так нужно, необходимо. Многие есть свои какие-то личные обе причины. И в сегодняшний день появляется ещё другая, на самом деле, вещь, которой люди вообще не хотят, в принципе, жениться. У меня есть люди знакомые, которые задаёшь вопрос. Другой, почему ты не женишься? Можешь оставь мне покой. Я живу хорошо, мне всё отлично, я могу ехать, куда я хочу, делаю то, что я хочу, сам себе хозяин. Смотри на него, он развёлся через два года, смотри на него, развёлся через десять лет, он развёлся, он развёлся, он развёлся. Оно мне надо? Я не хочу. Я хочу быть свободным человеком. Сегодняшняя молодёжь очень сильно страдает, на самом деле, от этого. И в действительности, в чём ответ для них? Зачем в действительности жениться? Говорит он, он счастливый человек. И даже те, которые мы женимся, которые женились и которые построили семью, давайте посмотрим, как было наше представление до того, как мы женились, и какое оно есть, в принципе, после свадьбы. До того, как мы женились, у нас были какие-то мечты, которые мы думали, что все наши мечты, все наши желания, в принципе, вот-вот-вот оно есть, достигли, на самом деле, того, чего мы всегда, в принципе, мечтали. Посмотрим на парня, как он вёл себя на встречах, настоящий джентльмен, настоящий красавчик. Постоянно приходил меня на такси, чтобы отвезти её в ресторан, пойти покушать что-то. Моя дорогая, захоти, сначала открывай двери, настоящий мужик, настоящий джентльмен. Давайте подождите, сейчас ты мне не открой, я тебе сам тебе открою. Время привозит его, приглашает его на встречи куда-то, такой разговор, такой философия, такой прелесть, смех, юмор, просто вообще мечтать, мечта для женщины. Перед праздниками, кто-то стучит именно в дверь, открывает, и он послал букет цветов для тебя, и такая записка, как будто Шекспер написал. Она во всех им на эйфориях отводит его в таких прекрасных местах, показать его Голливуд. После свадьбы, где оно, где это, где это всё, где эта эйфория, куда-то она ушла, что произошло? Она думает, что, как одна женщина сказала, то что, я думал то, что мой муж, он принц на белом коне. После того, как мы женились, я понял, что он не принц, и остался жил с конём, остался конь только. Это то, что и осталось у меня. А она как вела себя во время встречи? Когда мы приглашали в ресторан? Может, покушаешь что-то? Не-не-не, я голодная. Она только что прослала с университета, она весь колонной, с утра саной ничего не ела. Ведёт себя так, как ангелочка перед будущим мужем. Ангелочка? Не-не-не, ничего. У неё одна мечта, когда пойдёт домой и уже скушает, наверное, полхолодильника. Ну что, после этого? Выходит, все её прекрасные именно качества, которые он думает, я вообще не думал об этом. Где было это всё? Что произошло? Уважение, с таким уважением она разговаривала. Какая именно ходьба, как она одевалась, как она была весь прелесть и шик и блеск. Но после свадьбы, так как говорят, чем больше был человек ожиданий, чем больше разочарования. Где же это всё ушло? И здесь спросим, на самом деле, молодого парня, молодую девочку, почему вот вы решили, что вы должны ходить именно жениться? Смотри, говорят, он именно хороший. Он всегда веселит меня, он, когда мне плохо, всегда поддерживает меня, он всегда рядом, и так далее, и так далее. Я надеюсь, что так же будет и дальше, если мы посмотрим на него. Он тоже сам отвечает, в принципе, с его стороны. Она весёлая, она хорошая, она поддерживает меня, она всегда даёт хорошие советы, она, она мне, мне, она даёт мне, мне все вещи, которые связаны именно со мной. После этого, после того, как они женились, вдруг всё это изменяется. Вдруг они стараются построить именно дом. И что приходит? Я хочу, чтобы стояла кровать вот так и не так, потому что у меня было так. Она говорит, не, не, я хочу, чтобы было по-другому. Я хочу, чтобы мы построили его таким образом в наш дом. Она говорит, не, не, я хочу вот таким образом. Готовь такую жизнь, как моя мама готовила, мне приготовлю девять так, как моя мама делала. Мы будем вести так, мы будем себе делать так Начинаются на мелких вещах уже маленькие споры Мелкие вещи превращаются в больших вещах Потом это, больше и больше Начинается Первая мировая война, Вторая мировая война И идет и дальше и дальше Если в лучшем случае они остаются вместе В самом худшем случае, не дай бог, это превращается уже в катастрофических вещах То, что, именно разводы или что такое Которые сегодняшний день мы очень сильно страдаем, почему, к сожалению Или же, да, человек уже понимает, уже отчаялся от этого Он такой, она такая Если прийти к этому молодым парню Молодым парню и молодым вносились и сказать Мои дорогие, вы знаете, вы можете что-то поменять Можете что-то поменять Как она, она что говорит? Я, чтобы поменялась ради него Он меня в аду мне привез Он такой, я хотел, все мечты были То, что он будет делать меня королевой И она, он, 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 он такой, он такой Для него я ничего не буду делать Это он виноват, его характер Это его мама тоже такая И так далее И начинается уже переходить всех Да, муж Рабену, а да, Брамовину доводят всех И в дегенерации Приходите, его спрашиваешь Повторяю, она логично Что для него, чтобы изменялся Она такая, 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 такая И начинает лаять, лаять напротив него Я с другойю могу сказать То, что да, знаешь, то, что плохо, неплохо Хорошо, нехорошо А на то, что есть минимальное На что-то мы уже согласились Где-то нашли какую-то золотую середину На это мы согласны Идем дальше Оставь, ничего не трогай Люди даже не верят в том То, что можно что-то поменять Можете что-то меня поменять И задаемся вопрос Есть ли вообще какое-то счастье в этой жизни Очень часто может человек задать себе такое представление Если бы Если бы у меня было бы богатство Тогда я бы делал бы мою жену счастливой Если бы у меня были бы хорошие дети Было бы все идеально Если бы, если бы, если бы, если бы У меня часто была именно такая вещь Я занимался какое-то время С одной молодой семьей Которой была семья не проблема То я постоянно слышал от парня эту вещь Можете, если бы у меня было бы это Если бы не было бы это Это, это Все было бы по-другому До того, как мы зайдем вообще В наших темах, которые мы хотим Сегодня с помощью пройти Должны давать к этому один ответ Если бы Такой вещь не существует Почему? Потому что Все материальные вещи, которые у нас есть Которые ты мечтаешь Которые она мечтает Или ты мечтаешь И думаешь, что это то, что будет тебя делать счастливым Зная то, что есть много людей Которые у них были такие вещи У них были такие хорошие дети У них было богатство У них был хороший дом У них было все-всех вещей Которые ты думаешь И несмотря на это У них не вышла хорошая жизнь Почему это так? Потому что Говорит нам в Велинский Гаун Все материальные вещи в этой жизни Они все времени Они все ограничены И это так, как Если можно сравнить Человек, который Жаждует сейчас выпить воду Он выпил воду Успокоился Все Ушло все Все это наслаждение Этот мир Он так построен За это мы думаем, что Хорошие дети нам дадут счастья И только таким образом Мы будем счастливы дома Мы так думаем Мы так думаем Потому что хорошо Мы очень быстро привыкаем Богатство Быстро привыкаем Хороший дом Быстро привыкаем А также Где же настоящее счастье? Мы думали так Вышло не так Мы думали определенный человек Будет именно жить Именно под нашим Под одной крышей Будем вместе жить С определенным человеком После свадьбы Начинают оба вырастывать Свои роги Все показывают Именно свои роги И начинают Как два быка И нам бежут На друг друга И на Что же делать? Есть ли какая-то надежда? Посмотрев на мир Столько разводов Столько проблем Столько это Есть ли какая-то вещь? Где же на самом деле Настоящее счастье? Есть ли вообще жизнь То смерти Как мы уже сказали В начале И не только это Давайте посмотрим По-настоящему Сегодняшнее поколение Те ожидания Которые у нас есть Те ожидания Которые мы Сегодняшний день Думаем Или представляем То, что молодой парень Молодая девочка Или молодой парень Они хотят жениться И они хотят Построить семью Что они хотят Они встречаются Да Некоторые встречаются Несколько лет Некоторые встречаются Пять встреч Им уже это достаточно Как бы не было В принципе И не надо Поверьте Мне Не нужно больше Чем Даже 2-3 встречи Человеку не нужно Сразу же Если человек идет Правильным намерением Ему даже не нужно Много встречаться Потому что Все сразу же ясно Если у человека Правильное намерение Пойти посмотреть На что я иду Это уже достаточно Но люди так живут Так Что мы ищем В другом человеке Если мы задумаемся Есть Один Ответ На всех вещах Все наши представления Так должен дом выглядеть Так как Должны наши дети выглядеть Так как Муж должен выглядеть Так он Что красиво Какая одежда красивая Все абсолютно В нашей жизни Вокруг Куржится Потому что У нас У всех Есть Один Учитель Его зовут Голливуд 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 Он есть Наш учитель Рэбе Голливуд В Голливуде В фильмах Одевается Девочка Таким образом Значит Нужно вести себя Таким образом В Голливуде Самый красивый Мужик Это кто? Это мужчина С голубыми глазами И Красивые волосы Высокие Накачаны Это то что девочка Мечтает Это так как Одна девочка была Который Приходит Рэбе Говорит Мальчик Который Я сейчас встречаюсь Он идеальный Он просто С ума сойти Умный Начитанный Все то что В принципе Нужно человеку Все то что Нужно для Хорошей Именно семьи Все абсолютно Хорошие качества У него есть Но Я завидую Ту жину Которую С кем Будешь жить Она спрашивает Рэбе Говорит Девочка Почему ты Не возьмешь Если он Такой идеальный Рэбе Говорит Знаете Я с детства Мечтал Что муж Мой Должен быть Худым Худым Из-за этого Ты хочешь Пропускать Такого мужа Который умный И способный И т.д И всех этих вещей Рэбе Скажи мне Он худой Или он Он толстый Настолько он толстый Нет Он не худой Он тоже не толстый Чуть-чуть Он такой Пухленький Пухленький Гради этого Да, Град Ради этого Откуда это все Вышла Потому что Рэбе так сказал Рэбе сказал Рэбе Голливуд Сказал То что Красивый мужик Это есть Наши представления Как дом должен выглядеть Вилла Вольво Рос-Ройс Вот это Вот это то Что мы жми находим Теперь А что такое Настоящее счастье Кто нам тоже Нам в самом деле Сказал Тоже Рэбе Голливуд Рэбе Голливуд Сказал Что такое Настоящее счастье Как выходит Мужик И отвозит Свою Жену И говорит Да, I love you Я тебя люблю И я тебя обожаю Ты мой солнце Ты мой свет Ты мой все Скажите мне Дорогие друзья Маленький вопрос Когда Наш красавчик Который Упал в Голливуде Сейчас в аварии У него Сейчас Кров течет Из головы Скажите мне Это кров Или это кетчуп Это кетчуп Мы все Приказа понимаем Правильно Так Доверьтесь мне Когда Он говорит Я люблю Это тоже кетчуп Это тоже Все фейк Потому что По-настоящему То, что Эти наши Старс То, что есть В Голливуде Посмотрите Настолько У них Семья Несчастья Есть дома Каждый Каждый Из них Несколько раз Разведенный Из самых Суперстар Самых Которые Известные Я не говорю Люди Которые Знают На фоне Они играют Самых Больших Суперстар Один из Самых Больших Суперстар Женщин Она уже Больше Чем Десять Раз Вышла Замуж Представляете Десять Раз Мы говорим Это Есть I Love Это Есть Настоящая Любовь Это То Что Мы Представляем Что Такой Любовь И Это Все Фейк И Такими Нашими Представлениями Которые Идет Подсознательно Идем И Мы Хотим И Ожидаем Он Должен Быть Таким Она Должна Быть Такая И Это И Это И Это И Тогда Разочароваемся Так Что Так Настоящая Любовь Что Такое Настоящие Счастья Настоящие Счастья Дорогие Друзья Это Все На самом Деле В Сердце Человека И Наша Задача Будет С Божьей Помощью Чтобы Этим Сериям Уроками Которые Мы С Божьей Помощью Хотим Пройти Посмотреть Что Такое Настоящие Счастье Как Можно К Ему Прийти Как Можно Вещи Поменять И Как Можно Вещи Знаем Это Очевидно Давайте Задумаемся Оно В действительности Так I Love You Когда Говорил Красавчик В Голливудском Фильме Это Есть Настоящие Счастье Иметь Много Денег И Хороший Роллс Ройс И Прекрасная Яхта Это Есть Настоящие Счастье Или Счастье На самом Деле Что Другое Дай Бог Всем Хороших Вещей Но Там Нет На самом Деле Этого Счастья Потому Что Мы Все Знаем Так Как I Love You Это Все Кетчуп Так Что Так Как Кровь Это Кетчуп То же Самое Love Это Кетчуп Это Все Ненастоящие Так Где На самом Деле Настоящие Счастье До того Как Мы Зайдем На самом Деле Объяснение Всех Этих Вещей Я Хотел Давать Одно Предусловие И Будет Моя Просьба Ко Всем Слушателям Которые Сейчас Лайве Находитесь И Всем Которые Будут Слушать Записы Мп3 Или В Ютубе Или Где Оно Не Было На самом Деле Эти Шиуры Которые Мы Хотим Безрадочным Делать В Идеале Они Должны Быть Один Шиуры Для Мужин Один Шиуры Для Женщин Мы Постараемся Божьей Помощью Чтобы Соединить Этих Вещей Чтобы Было Доступно И Для Мужин И Для Женщин Почему Это Нужно Так Потому Что Обычно Если Мужина Понимает Когда Будем Говорить Сейчас Как Женщина Должна Быть Как Она Должна Вести Себя Как Качество Должна Быть Он Скажет Вот Я Понял Где Я Ошибся Вот Она Такая Он Приходит Потом Домой Говорит Вот Смотри Я Вот Я Выучил Это Ты Должен Быть Такой Смотри Где Я Попал Смотри Это Ты Превратил Все В Гейном Я Живу И Так Далее Начинаются Все Эти Проблемы Задача Не То Что Изучать Как Другая Часть Нашей Семьи Как Наша Жена И Наш Муж Он Должен Вести Себя Цель Этих Уроков Чтобы Понять Что Я Должен Делать Как Я Могу Быть Лучшим Человеком И Если Я Знаю То Что У меня Есть Что То Которое Я Знаю То Что Моя Другая Половина Что Не Хватает Я Должен Знать Что Моя Семья Это Как Бизнес Который Я Строю Партнерствие Я Живу Это Не Просто Бизнес Который Мы Знаем Что Два Человека Живут Или Хотят Именно Торговаться Это Не Просто Пройти Базар И Я Хочу Это Купить Я Хочу Так Ты Хочешь Так Нет Мы Хотим Этого Из-за Этого Если Я Вижу То Что Моем Другой Половине Этого Не Хватает Что То Я Хочу Постараться Каким То Образом Помочь Каким То Образом Сделать Чтобы Фирме Было Хорошо Чтобы Нашему Общим Интересом Было Это Хорошо И Помочь Другой Наполовине Максимально Что Я Могу И Где Я Могу На Сам Деле Помочь Это Очень Очень Важная Вещь Которую Мы Хотели Сказать До Как Мы Зайдем Понятие Что Так Любовь Что Так Женщина Что Так Мужина И Так Дальше Если Зададим Вопрос Где Самый Святой Земля Которая Есть На Этом Свете Как Мы Знаем Самое Святое Место На Этом Земле Это Наша Земля Израиль В Стране Израиля Где Самое Святое Место Где Самый Святой Город Как Мы Знаем Город Иерусалим Город Иерусалим Город Иерусалим Какое Самое Святое Место Какое Святое Гора Место Где Мы Это храмовая гора, Хара-Мурья, где стоял Бет-Амикдаш, где стоят стены плача. На этом стене плача, где стоит храмовая гора, что находится, что есть самое святое, которое есть? Это наш храм, Бет-Амикдаш. Бет-Амикдаш, как мы знаем, состоялся из нескольких комнат. Была Зара, Кодыш, Кодышим, разные комнаты были. Где есть самая святая комната в этом святом храме? В этом святом храме, дорогие друзья, самое святое место это Кодыш Кодышим. Святой и святых. Это самое святое место, где есть, где самый святой вещь, которая есть, на самом деле, в этом мире. Самое святое комната. Что было особо в этом комнате? Эта комната была всего лишь маленькая комната. и особенность то что было на самом деле в него это то что там стоял аром там стоял ковчег там стоял как бы человек где внутри этого ковчега это был там что то было софер тора который написал мошер обойну ваше лом там были скрыжали который мошер обойну поломал там или вторые скрыжали который мошер обойну построил написал потом и там был тоже баночка манна который хранился там что делал на самом деле это место коточку даши таким святым это делал тора который на самом деле там являлся даже тора есть тот именно святой вещь который не знаем если зададимся себе вопрос больше чем святого мы не знаем что то есть ли в этом мире что-то святое значит из всех святых вещей которые мы сейчас упомянули это что мы знаем что делать на самом деле там если святы то что там есть тора если что-то в этом мире больше святое чем тора зададим себе вопрос мы не знаем если что-то тора это самая святой вещь которую мы но дорогие друзья знаете что есть один вещь который много святой чем сэфер тора а именно это тот покрытие который стоял на этом ковчеге а это именно крови это было крови это были два ангела которые нас смотрели на друг друга который был образ одного лицо было лицо женщины другой образ не был лицо мужчины говорится в зуаре и нашим талмуде то что они смотрели течечно на друг друга частично смотрели на тору на вниз они смотрели каким-то скромным образом олицетворение чего олицетворение мужчины олицетворение женщины что показать нам что что семейный связь оно святое чем любой вещь на этом свете даже больше чем сама тора если она стоит наверху над торой значит это тоже она показывает то что само святом вести для евреев то что где было это был храм там именно стояли два ангела которые лицо мужчины лицо женщины и они смотрели на друг друга что показать нам то что вообще что есть муж и жена и семейный счастье и семейный гармония и созданием на семей оно стоит намного больше чем даже сама тора если зададимся себе вопроса тору можно продавать ради того то что делать ремонт у себя дома или можно ли тору продавать чтобы купить себе хорошую машину конечно же нет конечно же нет нам всем понятно то что продавать тору ради таких вещей и поводай шелу но знаете что аллаха написано в шухонарухе то что продадет можно продавать сэфер тору чтобы женить мальчика девочку чтобы купить им необходимые вещи чтобы они могли делать свадьбу им давать чтобы они могли необходимыми минимальные вещи чтобы им была возможность построить семью продается тора который есть самый святой вещь у нас у евреев мы сейчас понимаем то что семейный вообще семья принимает абсолютно другой взгляд он настолько святой он настолько высоким настоит зайдем еще глубже во всем этом тора дорогие друзья как мы знаем это приходит от слова хора а показывать научит у нас gps нашей жизни у нас гпс нашей жизни стоит в этом ковчеге тора внизу кровим они смотрят на друг друга который из олицетворения что кодыш кодыш им и то же самое если мы можем заметить опять таки в этом месте как мы знаем у нас есть пятигнижие моисея у нас есть писание у нас есть пророки из писания которые у нас есть один из книг который написал царь соломон является что шираши рим шираши рим если откроем там очень-очень прекрасно если прочитать иногда человек если не знает что там на самом деле мед ввиду прелесть на самом деле прочитать он так описывает о любви такой аллегориях таких именно вещах который описывает любовь которую есть между мужчиной женщиной и конечно мудрецы объясняют то что есть от аллегория между ашема творцом этого мира и еврейским народом показывать любовь которую есть между нами творцом говорят наши мудрецы все книги это кодыш они святые шираши рим она кодыш кодыш им она самый святой из книг которые у нас есть о чем показывать а аллегория которые есть о любви между мужчиной и женщиной это олицетворение этих двух вещей говорят наши мудрецы то что оно есть святое из святых мы видим крови опять то же самое идею мужчина женщина создание семей она самая святая вещь которая есть на самом деле в этом мире как они смотрят на друг друга половина внизу половина наверх на друг друга объясняющие мудрецы почему для того чтобы показать тебе для того чтобы меня как мужчину узнавать мою 2 половину мне нужно посмотреть сначала втору сначала втору потом на мою жену тору на мою жену тору на мою жену для чего для того чтобы чтобы я понял кто она есть почему потому что когда я покупаю холодильник не приходит инструкция нажимаешь эту кнопку нажимаешь эту кнопку нажимаешь эту к ногу, будет так, это так, это так, это так. Покупаешь машину, инструкция. Можно столько масла наливать, столько бензина, столько это, это бензин, это дизайн. Всех этих вещей. На любой вещь, которая создается, приходится с ним что? Инструкция. Тогда, если мы понимаем, что самая святая вещь, которая есть в этом мире, это семейное нашествие, создание на еврейской семье, то где же инструкция, кто она, кто я, как этого все делать? Говорят наши мудрецы, тот творец, который создал тебя и ту, эту половину, тоже уже написал в Торе, что такое инструкция, что такое женщина, что такое мужчина, что такое семейное счастье. Из-за этого крови, как они смотрели на друг друга, они смотрели на половину внизу, посмотреть в Торе, посмотреть, кто, что было написано в этой книге, который творец сам написал, чтобы понять другую половину, узнавать другую половину. До того, как мы женимся, посмотрим, что ждет нас. Потом, чтобы не удивляться, а где же эти рога? Где же они скрывались? Под кипой были? Под шапочкой были? Под красивыми волосами она скрывала эти рога? Или где она была? Нужно было тебе узнавать, мой дорогой, кто такой твоя жена? Что такое женщина? Какой характер ты можешь ее поменять? Какой характер невозможно ее поменять? Что такое семья, когда ты сейчас, на какой бизнес идет сейчас? Человек идет, хочет построить себе какой-то бизнес. Нормально, логический человек, мудрый человек, что он делает? Он не берет сразу же. Да, давай будем делать. Сначала он думает, делай себе план. Если мы делаем это дело, у нас может быть так именно потеря, у нас может быть такое, столько-то времени нам нужно, нам необходимо А, Б, С, Д, Е. Могу? Могу. Не могу? Не могу. Идет человек, раздумляет, размышляет, настолько возможно, настолько невозможно. У меня есть силы, капацитет, деньги и так далее, и так далее. Идет человек жениться. Нужно узнавать. в инструкциях, что она, кто она, кто он есть, что она себе представляет. То же самое, с другой стороны, мужчина, женщина, нужно посмотреть, кто такой мужчина. Ты посмотрел всегда на свой папу и думал, что вот есть настоящий, так ведут на самом деле мужчины, так это нормально, это то, что должно быть. И ты не понимал, что между мамой и папой всегда мудренно проходило. Это недостаточно. Нужно посмотреть, изучать, кто есть, что стоит на самом деле перед нами, что мне ожидать, что не могу ожидать. Есть вещи, которые, знаете, женщина не может менять, есть вещи, которые мужчина не может менять. Какое отношение должно быть друг к другу? Это все, которое показывает нам крови, что где мы должны на самом деле посмотреть. И теперь, дорогие друзья, есть намного большая глубина во всем этом. Есть намного большая глубина. Говорят наши мудрецы, сторона, которая показывала олицетворение чего? Которое было лицо мужчины. Это было олицетворение Творца. И другой круг, другой ангел, который было лицо женщины, это было олицетворение шхины. Божественное проявление, которое есть в этом мире. Всегда мы говорим, Творец и олицетворение именно шхины в этом мире. Дорогие друзья, точно так же, как есть в духовных миров, то же самое оно есть в этом материальном мире. Значит, один круг, который есть именно мужчина, это что? Олицетворение Творца. Женщина — это олицетворение шхины в этом мире. Поняв этот момент, дорогие друзья, Сарочка, которая твоя жена, это не просто жена Сара, она олицетворение шхины в этом мире. И так и есть рассказы в наших мудрецах, то, что тогда, когда мама одной из мудрецов заходила дома, он вставал, говоря, шхина, присутствие Творца сейчас заходит, потому что она олицетворяет присутствие Творца в этом мире. И то же самое, как жена, то жена должна осознавать то, что что, это олицетворение Творца в этом мире? Олицетворение Творца в этом мире, из-за этого это настолько другое абсолютно понятие, что они, это не просто две, два человека, они олицетворяют высокими на большие вещи. Из-за этого говорят наши мудрецы, дорогие друзья, мы все знаем, все мужчины знают этого. Где является тот ключ, благодаря чего Творец дает Парнасу богатство мужчине? Это уважение жены. Уважение жены, знаете почему? Потому что оно написано в Зуаре. Тот канал, Тот канал, который через чего Творец дает мужчине благословление на его деньги, оно, его имя Шхина. И говорят наши мудрецы, Тот, кто уважает меня, я буду его уважать. Ты уважаешь жену, ты даешь его радость, ты улыбаешься, даешь ему улыбку, чтобы она постоянно улыбалась. Творец уже сверху направляет. Завтра, выписываем его чек, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, выписывает Творец уже тебе, она радуется, она в счастье, она в счастье. Творец тебе все готовит уже, чтобы завтра у тебя бизнес хорошо шло. Все абсолютно тебе делают, чтобы у тебя было все правильно и пошло. Ключ это есть, потому что ты уважаешь Шхину, который является тот именно корень всеми благословления в этом мире. Из-за этого полагается. С другой стороны, женщина тоже. Написано, дорогие друзья, в Широ Шири. Написано следующий послук. Доди, дофек, питхили, ахоти, райати, йонати, тамати, шароши. Мой возлюбленный приходит и стучит. Муж приходит дома и стучит дома, хочет заходить. Так, какое отношение на самом деле у мужчины? Говорит нам Широ Шири, питхили, открой мне, ахоти, моя сестра, райати, моя подружка, йонати, моя голубка, тамати, Широ Шири. любовь, любовь, какое у нее отношение к жене? Моя возлюбленная, моя голубка, пожалуйста, открой мне дверь. Что бы женщина сегодня делала бы? Сказала бы своего сына, сына к сыну, где посмотри, опять он, опять он, опять он пришел. Это даже сделали, где женщина может делать? Говорит, посмотри, опять это он. Так отвечает мужа. Так нужно отвечать мужа. Мэ, олицетворение Творца сейчас заходит у тебя дома. Говорит Рамбам, когда он приходит дома, у тебя отношения у женщины должно быть то, что твой муж это как король. Почему это как король? Сейчас понимаем, потому что он олицетворение на самом деле Творца в этом мире. Говорит нам сразу же Широ Шири, как она должна себя вести. Иди посмотри, кто такой. Кам ти, я не лифтуах ли доди. Я сразу же встала, сняла себя и внател, пошла встречать моего возлюбленного. Иду я встречать. Как она встречает сегодня после долгой работы, после того, как она следила за детьми, у нее выходит одна волосы здесь, волосы там, не накрашенная, весь обновлено грязная от всей еды. Шалом, заходи. Это так встречает мужа? Это как она встречает she does love for me, мужа? Можно же одеваться до этого, готовиться до этого. Муж приходит сейчас. Муж приходит дома, как нужно его встречать? Может быть 15 минут до этого подготовиться? Мои возлюбленные заходят сейчас дома, мой возлюбленный заходят сейчас дома, накрасится для нее, одеваться красивую одежду, чтобы я был ухоженным, чтобы не выходило волосы из всех сторон, быть аккуратным, муж заходит. Так, когда гости приходят, все красивенькие, все вина, но муж заходит, это точно должно быть. Мой возлюбленный заходит, говорит наш Ира Шири. Говорит нам, сейчас мы понимаем, нужно взглянуть, где? И теперь в инструкциях Творца, инструкция Творца, что есть на самом деле настоящий муж и жена, что они налицетворяют, как мы должны относиться именно друг к другу. Пойдем, дорогие друзья, один шаг вперед. Когда мы стояли под хупой, мы все делали большой именно акт, большой именно союз с нашими вторыми половинами. До этого полгода готовимся к свадьбе, выбираем костюм подходящий, такой или такой. Мы решаем целые два месяца, мужчина решает, купит сейчас он пиджак от Гуччи, и он хочет сейчас пойти за 10 тысяч потратиться, чтобы он купил хороший пиджак от последнего модели, от какого-то модели, который продает. Самый на красивые туфли выбирает, он не может выбрать сейчас, это итальянский должно быть или это должно быть другой. Он выбирает так, и она идет, это не подошло, это не подошло, так, 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 готовки. Самый лучший кентрик, самая лучшая еда, самая лучшая музыка, все абсолютно, щик, блеск, просто да уже некуда. Приглашение, гости уже пришли. Полгода подготовки, и наконец-то настала своя именно эйфория, самый великим моментом жизни у человека. И гости, и прекрасный, и прелесть, и все такие красивые, все такие, все прекрасно. Что делать свадьбу с свадьбой, дорогие друзья? Что это вокруг все то, что строило, столько денег было потрачено, столько времени, столько энергии, столько все. Что делать свадьбу с свадьбой? Свадьбу делать, свадьбу, дорогие друзья, одно предложение, которое муж говорит своей жене. И если муж бы знал, что он сейчас сказал своей жене, весь их жизнь был бы абсолютно другой. Мы задаем себе вопросом, почему есть проблемы после свадьбы, почему есть такие разводы. Мне не нужно переживать, а после свадьбы нужно переживать сейчас новые семьи, которые строят семью. И если те, которые не знали этого, и которые сейчас узнаем, чтобы узнавать, на что мы пошли, что мы как мужчине сказали нашим будущим женам, когда мы одевали кольцо, что мы такого сказали? Если мы не знаем на самом деле, что мы тогда сказали, я уверен, что наш жизнь и весь абсолютно линия жизни будет на самом деле другой. Дорогие друзья, мы стоим под хупой. У нас стоят двое свидетелей кошерных, которые смотрят, как мы хотим сейчас делать самый большой акт, который есть в жизни человека. Это что? Берет мужчину свое кольцо и хочет сейчас осветить свою жену. И говорили следующие слова. Берет кольцо и ставит на палец своей жены, будущей жены, и говорит, этим ты меня освящена. Этим кольцом, так как закон Торы и Муши. И вы знаете что? Если мужчина не сказал эти слова, все это церемония, все эти десятки тысяч денег, которые мы сейчас потратили, и вся эта красота, все твой дорогой костюм, весь твой красивое именно платье, все то, что ты сейчас делал, не стоит ни одного цента. Потому что мужчина, если не сказал, он был до этого холостяком, спустился холостяком. Она была не замужем, сейчас она слеза не замужем. Что делает свадьба? Свадьба, дорогие друзья, слова, которые он говорит ей, слова, ни какой-то тем, что он сейчас потрогал, ни то, что он сейчас дотронулся, ни какой-то физический, какой-то связь, слова, которые говорит он ей, Харей атмекудэшат ли, ты сейчас этим освящена мне, так как закон Муши и Тор. Израиль. Что это значит, Харей атмекудэшат ли? Объяснение слова Харьатмекудэшат ли, это в следующем. Объяснение, я сейчас переведу, перевод на самом деле этого слова. Что это значит, ты освящена мне. Это значит, муфрэшат, мувделет, умеюхэдет ли, веасура, алкогогворимши баулан. Перевод именно на ивритет это был. Перевожу. Муфрэшат, отдаленная, мувделет, ты разделенная и предназначенная только мне, и ты запрещена сейчас всем мужчинам на этом свете. До этого ты могла же выйти замуж со всеми мужчинами в этом свете. После этого момента ты отдалена мне только. И он использует слово мекудэшат, слово святость, ты освящена, ты освящена мне. Другими словами, он говорит ему, ты сейчас мой шхина, ты мой сэфер тора, ты сейчас мой. И все то, что было до этого, закончилось. Все, которые мужчины, до этого, которые были, закрылись, и не бывает, и не будут, и все. И все, ты, который может быть до меня, какие-то девочки, какие-то, все, все. Я и ты, как Адам и Хава, как были первые люди, которые были сотворены, Адам и Хава, не было других женщин, не было других мужчин. Это была она и он. Это то, что мы говорим наших семь благословников, которые после свадьбы, мы хотим, что ваше счастье было, так как у Адама и Хава, когда не было никого. Так как, напоминает мне сейчас, как от Иеравин пришел, после свадьбы, после хупы, всем поздравляем, хатан уже хотел спускаться и он берет его на стороне и он говорит ему, мой хатан, ты понял то, что ты сейчас читал? Шеба Брахот, мы сейчас прочитали всем благословения. Он говорит, ну да, прочитали, Раби, не знаю, хочу тебе что-то показать. Скажи мне, ты хочешь быть счастливым? Говорит, да, Раби, конечно, кто не хочет быть счастливым? Есть человек в мире, который не хочет быть счастливым? Да, я хочу быть счастливым. Я сейчас тебе хочу раскрыть секрет, как тебе быть счастливым. Смотри, что мы прочитали. Последнее благословление. Благословен ты творец этого мира, король всего мира, Ашер Бара Сасон Весимха, который создал Сасон Весимха, мир и радость. Радость. Хатан Векала. Гила, Рина, Титца, Вехедва, Ава, Вяхва, и Шалом, и Шалом, Вериуд. Скажи мне, ты хочешь иметь Шалом, Вериуд? Ты хочешь иметь Шалом, Шалва, Иериуд? Если ты хочешь этого, после свадебы ты должен уходить от всех. Гила, Гила, Рина, Рина, Титца, Вехедва. Это все имя женщин, израильские имена. Рина, Титца, Вехедва, Вехедва. Хочешь иметь Шалом, чтобы у тебя было в конце, уходи от Рины, от всех, Саши, Кати, мать, всех уходи. Потом у тебя будет что? Шалом, Вериуд. У тебя будет сосов и семья, у тебя будет радость, у тебя будет мир, у тебя будет все. Закончилось все. Закончилась вся обзорная реальность. Даже ты мне сейчас освящена. Дорогие друзья, поняв это, мы сейчас понимаем невероятную вещь. Он говорит ей Микудайшетли, почему не говорит ты сейчас только для меня? Не говорит какое-то другое слово. Потому что, дорогие друзья, это самое святое слово, которое он может сказать своей жене. Ты освящена мне. Ты отдалена только для меня. Ты мой Сафер Тора, ты мой Шхина. И больше ничего не существует между что-то абсолютно другое. Поняв этот момент, раскрывает нам другое абсолютно понятие, что происходит между мужчиной и женщиной. Теперь, дорогие друзья, в этом самом святом именно моменте, который происходит, тем, что она сейчас разрешена всем и до этого момента она была разрешена всем. Каким образом она стала ее второй половиной? Каким образом она стала на самом деле одной целой и они сейчас стали одной именно целой? Это было через разговор. Значит, другими словами, самая большая вещь, самая большая вещь, которую мы можем иметь связь с нашими вторыми половинами, это что? Разговор. Дебур, дебур, разговор. Я называю всегда то, что слова у них есть сила, как клей, и они прилипают людей друг к другу. Разговор. И вы знаете что? Не только муж может осветить свою жену. День свадьбы он может осветить свою жену каждый день, чем тем, что он уделит своей жене один час разговора. Спокойный час разговора. Без телефонов, без ничего, без никаких экстренных вещей. Когда все дети спят, тогда все тихо, мы не трогаем телефонов, мы не трогаем абсолютно ничего. Один час каждый день я общаюсь с моей женой. Он разговаривает с ней, она разговаривает с ним, раскрываем души, общаемся, говорим, что друг друга больно, что ему хочется, что им нет. Сейчас приходит женщина, жена говорит, мой муж после семьи, когда годом приходит, он уже никакой. Одна мечта он хочет, чтобы он покушал, посмотрел полчаса телевизор, спать, завтра ему выйти на работу. Дайте маленький ты, дорогая женщина, ты же мудрая, ты же мужская мама, позвони в течение дня своего мужа, мой другой, мог бы ли ты сегодня-сегодня прийти пораньше, вместе пообедай, вместе пообедай, без сады. Приходит муж, приходит муж, заходит, красиво одетая, красиво накрашенная, красиво, чтобы так было приятно, прощаюсь, мой дорогой муж, садись, пожалуйста, что тебе привезти, чай, кофе, пиво, виски, водка, что тебе будет приятно, кола, фанта, спрайт, делай ему, дай ему все, что ему на самом деле хочется. Какой именно тебе хочется холодный напиток, горячий напиток, что будет тебе приятно. И после этого, какой пирог хочешь, молочный, этот, такой, все то, что ему было приятно, он, мужчина, хочет покушать. Мужчина, когда хочет, он для него это все, это мир, это, это, это все. После того, как он получил такой вечер, он у него так приятно дома, думает, почему я прихожу всегда так поздно, дома хорошо, дома прелесть, дома прелесть, завтра он будет полчаса пораньше, ему хорошо дома. И знаете, одиннажды, дорогие друзья, мужчина, который нехороший ему дома, он не хочет приходить дома, он опаздывает, уже задавался вопрос, почему он опаздывает, ему нехорошо дома, если бы он любил дома прийти, он пришел бы пораньше, он пришел бы пораньше. Беседр, на это он не соглашается. Знаете, что, выходим в кафе, выходим в кафе, приезде он дома, приходит всегда, засыпает, с ним невозможно разговаривать. Беседр, понятно, бывает такая вещь, то, что мужчина, когда у него есть место, уголок, который, как ецерара, он знает, пешком он идет, в этом месте, потому что он знает, если он только садится на этом месте, ему нужно следить 5 минут, чтобы он ушел высоких абсурдных миров. Засыпает моментально, через 2 секунды, ты уже видишь, как его глаза закрываются, через 5 минут, ты уже слушаешь, как он храпит. Все. С ним уже разговаривать невозможно. Какой час, как о чем идет речь. Беседр, это невозможно, вывезти его на улицу, можно пойти в кафе, можно пойти сесть, там поговорить по душам, там поговорить, там пообщаться. Потому что, если мужчина пришел, именно в ресторан, и он сейчас отдал деньги, он хочет, чтобы за то, что он заплатил, чтобы его покушали, что выпили этот кофе, что он скажет, что нужно выпить до конца, если бы заплатили деньги за это, он не будет засыпать так легко в кафе. Он не будет так засыпать. Если женщина не хочет этого разговора, то же самое, вывезти его на улицу. Женщина хочет развеяться. У нее в натуре, она хочет, мне необходимо выйти, выйти из его 4 углов, где она всегда находится, вывезти его, разговаривать, общаться. Эта вещь, дорогие друзья, это есть тот момент, который мы каждый раз можем осветить наших жен. как тем, то, что мы разговариваем с ними. Разговор это то, что привозит между мужа и жену вместе, соединяет их вместе. Они становятся еще больше ближе, еще больше ближе, еще больше ближе. И это то освящение, которое не только произошло один раз, а можно сказать, когда мы каждый день именно разговариваем, мы женимся каждый раз. И нам не нужно на самом деле, если мы понимаем, то, что настолько высоко это стоит, это стоит больше, чем наш телесный какой-то связь, который может быть, который в принципе, даже телесный связь, тоже очень сильно необходим. но нам не нужно этого для того, чтобы было именно счастье. Пик, что мы знали, пик, пик, пик на самом деле, счастье, который может быть между мужем и женой, это тогда им не нужно. Телесный связь для того, чтобы они были счастливы. Разговор, чистый разговор, это им на самом деле, который есть. из-за этого так, Всевышний, в принципе, так построил, как уникально, да, то, что есть времена, которые муж и женой только могут на самом деле разговаривать. Чтобы они построили это пик, пик, пик всего связи между мужем и женой. Таким образом, они настолько уже прилипаются друг к другу, настолько они вместе, то, что это есть тот именно связь, тот именно единство, которое происходит, душевный именно связь между мужем и женой. Душевный именно связь. И тогда, тогда, когда мы это осознаем, тогда что? Тогда это не просто момент отдач, принимания и ожидания от кого-то чего-то, именно отдача. Отдача, это на самом деле тоже урок сам уже по себе, который с мужем нужно, это больше зайти в глубине, где мы можем построить на самом деле это. Какой именно инструмент есть, что такое на самом деле любовь и какой именно инструмент нужно для того, чтобы достичь к этому. Но первый шаг, который необходимо нам сейчас знать, что какой высокий и невероятно, самая большая вещь, которая есть в этом мире, можно так сказать, это семейное счастье. Семейное счастье мужем и женой. И настолько высокий и святой вещь, когда мы можем общаться с друг другом, чтобы построить эту связь между мужем и женой. Дай Бог желаю нам всем, чтобы в всех домах царствовало мир, взаимопонятие, любовь, и всегда, что мы использовали те инструменты, которые дает нам наше святой Тора, для нашей семьи семейной счастья. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова